Всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы будем сегодня делать реакцию на два крыла. Загадочные часы и таинственное прошлое Луиса. Окей, зачем такое длинное название для серии, не знаю. Но, ладно, давайте-ка начнём. Вторая серия, третий сезон уже. Мы уже прошли город. Ты уверена, что твоя подруга живёт здесь? Уверена. А ещё я уверена в том, что она знает ответы на все вопросы. Как это ты не знаешь, что это? О, она. Она явно знает ответы на все вопросы. Знакомая символика. Не находишь? Ну, конечно. Это древние демонические символы. У меня была книга для расшифровки. Возможно, там есть информация по этим часам. Но, чтобы найти, нужно опять же время. А, ладно. Ничего, я подожду. Спасибо за помощь. Миндакс, пошли. Ну, знаете, эти персы как-то получше, как по мне, выглядели во втором сезоне. Типа, я понимаю, что прошло время, там... Они все поменялись, но всё-таки... Что-то не нравится мне этот Миндакс. Мне тоже. Так что не волнуйся. Сейдж учётный и хороший друг нашей семьи. Тебе так повезло с семьёй. У меня есть только мама. Папа ушёл, когда я был совсем маленький. Мама говорила, что он вроде как раньше пел с твоим отцом в одной группе. Да ладно. Ты хочешь сказать, что твой папа... Чарльз Смит, да. Вау. Миндакс, тогда у меня для тебя плохие новости. Ну, как бы сказать... Он умер. Оу. И как же? Его убил Чарли. Понятно. Чарли и моих родителей убил. И ты прав. Мне повезло, что я смогла обрести новую семью. Не будем о грустном. Ты знал, что мой папа, Луис, вообще никогда не видел своих настоящих родителей? Серьёзно? Нормально так. Да, он мне сам рассказывал. Когда он был ещё совсем младенцем, его нашла подруга, мама Сеня. Никто не мог понять, откуда он там взялся. Поэтому подруга мамы Сени, Саманта, усыновила его. Саманта и Луиза были хорошими друзьями, поэтому мальчики дружили с самого раннего детства. Позже Чарли поведал Луису о том, что он его копия из другой вселенной. И если Чарли не наврал, значит Луис каким-то образом в омладенчестве попал в нашу вселенную? Как? Я тоже задаюсь таким вопросом. Я, конечно, проору, если эту линию не закончат хотя бы к концу сезона. Потому что, типа, знаете, вот зачастую бывает такая вот проблема, что в русских фильмах, что в сериалах каких-нибудь. Такая вот тема, что что-то вспоминают, а потом это просто не продвигается вообще никуда. Просто взяли, вспомнили и забили. При том, что человеку станет интересно, о чем это, что это, покажет нам того-то, того-то или нет. Итоги бац, и линию не раскрыли вообще никак. Надеюсь, что Септия это проработает. Пойду я, пока папа меня не потеряли. Хорошо, тебя проводить? Нет, беги домой. Твоя мама тоже наверняка волнуется за тебя. Ладно, пока. Пап, пап, я дома! Луна, мы в спальне. Луна, ты присоединяйся. Поздно. Извините, загулялась. С тем мальчиком? Да. Пап, а не расскажете, как вы начали встречаться? Ну, я... Можем, конечно. Присаживайся. Окей, нам ничего... Ничего не расскажем. Проблема актера озвучки Сейдж и Вика куда-то пропала. Я не знаю, что делать. Пришлось другим озвучивать ее. Типа, да. Кто найдет Вику, пишите мне, пожалуйста. Это какая-то жопа. Ну, как бы, если пропала, значит, есть этому весомая причина. То есть... Ну, такое. Короче... В принципе, я буду с лихвой надеяться, что нам пораскрывают за весь сериал. Ну, за весь сезон. То, что как бы накопится какие-то вопросы, какие-то персонажи. Если все-таки будет, то лучше всего это все раскрыть как можно лучше. Так что посмотрим, что с этого выйдет. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачки. И всем пока-пока.